приветствую вас в очередном выпуске стронгл мод сегодня будет небольшое видео все потому что я буду менять вот этот регулятор напряжения тот самый регулятор который стоит на генераторе собственно там нужно будет выкрутить всего лишь пару винтиков достать старый регулятор установите новый и вкрутить обратно те самые винтики работа совсем несложная я надеюсь никаких сюрпризов не будет даже сам генератор демонтировать не придется сам же регулятор я выбрал вот такой вот от компании mobile tron артикул этого регулятора vrbi 195 м сейчас достану его посмотрим что там внутри судя по коробочке это england то бишь англия не знаю насколько это правдиво так получается наши щеточки спрятаны вот под таким вот картонным кожухом как бы вот щетки немного кривовато стоят но думаю то что это везде так встречается ничего такого страшного главное то что они не выпадают далее же сам регулятор здесь есть вот такая вот маркировочка как видите vrbi 195 м england ну и какая-то нумерация еще судя по как бы характеристикам интернете этот регулятор получается максимально на 14 и 7 вольт и 14 и 5 вроде бы рабочее напряжение но сейчас как бы установлю и посмотрим что к чему ну для того чтобы начать конечно же в первую очередь нужно открыть капот такс где у меня здесь кочерга установил ну и вот такое состояние у меня на данный момент подкапотного пространства как вы видите с последнего видео о замене тросика то бишь это вот газульки на сам дроссель я вот эту вот лишнюю часть еще не отрезал он думал то что нужно будет еще маленько подтянуть сам тросик и возможно пригодится но как бы нет не пригодилось все нормально у меня с первого раза получилось тросик отмерить такой длины которая необходима ну как бы вот в описании кстати будет ссылочка на замену тросика дросселя как это все сделать бюджетно за копейки за гроши можно сказать очень малые как бы все увидите если не смотрели еще вот это нужно будет откусить далее же нужно будет все помыть заехать на автомойку все с керхера обрызгать ну и что еще а кстати говоря у меня здесь зимой залетал мешок огроменный мешок все намотала на шкивы и блин а вот это вот чего такое вот это вот не было такс но даже вентилятор кстати не задевает своем крайнем нижнем положении да без понятия короче пока что откуда вот это вот трещина ну далее собственно уже разберусь если вы будете хаять и говорить то что ну блин вот здесь вот стяжки как некоторые мне написали не так давно под какими-то там видео в комментариях то нет это все вот как вы видите временно это просто нужно было зимой ездить в морозы копаться не хотелось под капотом как бы гараж не отапливаем поэтому вот так вот главный автомобиль передвигался двигатель был перебран но и на данный момент он перебран остается лишь навести красоту марафет но это чуть позже сейчас же я буду менять регулятор напряжения с чего нужно начать нужно начать конечно же с демонтажа минусовой клеммы с аккумулятора кстати говоря вот новый аккумулятор bosch здесь bosch у меня на 70 ампер час 12 вольт собственно вот такой вот не особо таки большой в лес все нормально если хотите напишу его номер но думаю то что это не особо таки кому-то интересно ну так вот сам регулятор напряжения получается находится на генераторе конечно же вот красная наклеечка у этого генератора здесь торчит получается нужно подлезть с этой вот части сзади он еще не остыл у меня выпускной коллектор дождусь пока маленькую он еще подостынет дабы не обжечься получается сам регулятор находится сзади этого генератора вот он белый как вы видите вот получается один винтик у него здесь 2 их нужно будет сейчас выкрутить достать старый регулятор и установить уже новый прикрутить обратно эти винтики как бы не особо таки все и сложно надеюсь эти винтики не обломит сейчас дождусь пока коллектор выпускной остынет и буду уже заниматься всем этим кстати чуть не забыл я ведь почему меня старый регулятор напряжения на но все потому что не так давно не как не так давно прошлой осенью еще это все обнаружилось у меня получается аккумулятор разряжался аж в ноль и после этого как раз таки был приобретен вот это вот новый аккумулятор я да думал то что возможно в аккумуляторе дело ну как бы нет все же оказалось то что проблема в генераторе а именно в регуляторе напряжения надеюсь надеюсь мне не придется перебирать сам генератор ну так вот у меня получается разряжался аккумулятор в ноль и особо неприятно это было на трассе где-нибудь когда пробка час пик там много людей сзади собираются все сигналят ну так вот получается у меня на данный момент аккумулятор полностью заряжен заряжал обычная зарядка для аккумуляторов ну собственно не особо таки это важно главный аккумулятор у меня полностью заряжен и показывает получается с клемм у меня напругу 1249 1260 только что недавно было за год 1249 1250 возьмем за среднее значение сейчас запущу либо заведу движок как вам угодно и покажу включу ближний свет включу печку на максимум дальний свет ну собственно как у меня изменится сама напруга на аккумуляторе как покажет себя этот регулятор напряжения сейчас все увидите так снова первую очередь нужно вставить ключи замок зажигания они у меня уж там стоят вроде как до стоят сейчас заведу кстати говоря вот на эти провода не обращайте внимание это я там сигналку по-прежнему вырезаю так с подключим вот завожу движок никакие потребители у меня не включены он завел движок и включаю ближний свет включил ближний свет и напряжение у меня напряжение упало получается до 13 и 36 ну как упало наоборот поднялось так как движок ведь я запустил завел сейчас включу дальний 13 сколько там было 1342 1342 сейчас включу дальний свет дальний включил и показывает 1327 28 уже далее включаю печку на максимум включаем печку на максимум и напруга наша упала до 12 82 81 да вот такие вот дела ладно заглушу а то нифига не слышно вот получается напруга вот таким вот образом падает на старом регуляторе напряжения сейчас установлю новый и посмотрим что изменится вот и наступил второй день и я совершенно в другой дислокации как вы видите почему же второй день наступил и почему я вчера все это не успел сделать но так как нужно было вечером очень срочно выдвигаться в одно из очень важных мест и собственно поэтому пришлось накинуть обратно провода на генератор и заниматься уже заменой самого регулятора сегодня поэтому я как бы не стал просто напросто доставать сам регулятор напряжения а решил еще достать оттуда сам генератор благо делается это совсем не сложно нужно просто напросто снять один из болтов на 13 который крепит натяжение самого генератора и один из болтов также на 13 который крепит сам генератор относительно блока цилиндров ну как бы сейчас как раз таки будет наглядно очень сама операция по замене регулятора напряжения хотя делается это совсем несложно но кстати говоря вчера когда там я колупался вот эти вот болтики которые удерживают регулятор напряжения они выкручиваются не особо таки сложно благо я их уже выкручивал поэтому они не закисшие но там подлезть немного сложновато верхний болтик от этого регулятора можно еще выкрутить как-то подлезть от нижней у меня нет такой короткой отвертки поэтому мои все отвертки упираются в подушку самой лапки крепление самого двигателя и как бы не особо легко все это делать ну как бы сейчас я вот это вот и была первая причина почему я демонтировал сам генератор да и как сказал это не особо таки сложно ну ладно давайте уже принципе приступим и посмотрим что же там со старым регулятором стерлись ли щетки может быть там их вообще нет итак вот он наш генератор сейчас нужно выкрутить два болтика два винтика иначе говоря так как они крохотули здесь у меня под отвертку крестовую сами эти винтики маленькая хуже выкрутил поэтому проблем с этим не будет так и даже кстати говоря вот такая вот короткая отверточка туда не подлазит так как там мешает все же подушка крепление самого двигателя да конечно можно биту просто-напросто достать и ключиком на 10 или на 8 вроде бы 1 4 вроде бы ключ как у меня там лежит можно им выкрутить просто напросто вращая сама саму биту но не знаю здесь винтик очень как бы крепкая нижний был закручен поэтому не особо таки это удобно делать ну вот собственно достал сам регулятор старенький что мы тут видим внутри внутри какая-то грязюка ну какая грязюка осенью ездил по грязи хода она туда маленько залетела нужно будет почистить ну и вот сам регулятор напряжение ничем горелым таким не пахнет сами эти щеточки да есть выработка если сравнить с новым регулятором сейчас можно посмотреть насколько они стерлись визуально как бы да наполовину можно даже сказать практически щеточки стерлись и сами они но держатся не выпадают не знаю как бы сам регулятор в таком состоянии словно обгорел хотя это совсем не нагар не кстати говоря на старом регуляторе здесь есть вот такая вот прокладочка резиновая а на новом регуляторе такой прокладки нет поэтому я старую прокладочку отсюда со старого регулятора сниму установлю на новый и буду уже вставлять сам регулятор напряжения в этот генератор итак генератор установлены сейчас глянем что же изменилось замена самого регулятора напряжения на новый но во первых смотрим на напругу на вольтаж самого аккумулятора на аккумулятор у меня накинута оба провода питание и масса и собственно мультиметр показывает аккумуляторы 12 8 и так сейчас двигатель запустим и глянем что же у нас покажет уже мультиметр после запуска самого движка давай заводи итак двигатель заведен и показывает 13 и 8 13 9 мы возьмем среднее значение 13 и но уже 14 он на короче надо у вас походу еще немного поднастроить то получается вот 14 средняя пусть будет сейчас включим первый потребитель это ближний свет такс ближний свет включен и показывает мультиметр у нас 13 60 13 60 пусть будет 13 60 средняя далее включаем дальний свет так дальний свет включили и мультиметр показывает 13 44 13 42 45 уже короче 13 42 пусть будет далее включаем печку на максимум включили печку на максимум и мультиметр выдает уже 13 и 4 13 12 на уж 12 98 97 ну короче пусть будет 13 на 12 95 пусть будет это среднее значение далее включаем радио на максимум ну собственно прибавляем громкости итак радио включено смотрим 12 83 12 82 ну так вот теперь поочередно врубаем каждый потребитель сперва радио затем печку далее дальний свет и ближний свет да вот так вот так вот у нас вот заставит напряжение напишите в комментариях нормально ли это но еще обороты здесь непонятно какие потому что там тахометр у меня чего-то парит мозг ну так вот смотрите по получается все потребители выключил и напряжение вот такое вот вот вольтаж сейчас глушим двигатель и у нас показывает теперь с аккумулятора 13 и 18 13 15 короче вот такие вот дела после замены регулятора напряжения кстати говоря предыдущий регулятор напряжения походу какой-то ноунейм был потому что там никакой маркировки на нем нет а а этот же у нас от мобайл трон как и говорил получается вот такие вот дела посмотрим как себя покажет этот регулятор в дороге не разрядится ли сам аккумулятор но в следующем видео собственно уже увидите как настраивать угол опережения зажигания хотя у меня уже был такой видос но как бы заново его оценим у чтобы не было лишней воды лишних слов и собственно все уже пошагово покажу сейчас же можно закругляться поэтому ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч а